И страхами ей самой не раз приходилось бороться, и ее близким тоже. Почему же ее мама переживает на концертах едва ли не больше фанатов? Какую семейную тайну Светлана Сурганова узнала лишь в 25 лет? И отчего на выступлении ей бывает не до своих слез? История Анастасии Рыцыной и Константина Борошнева. История Анастасии Рыцыной и Константина Борошнева То же самое, опять растрындели, сроки назначили, опять все стали не успевать, какие-то форс-мажоры, накладки, то есть все, пятый, десятый, конечно, последний этап был скомкан. Но вот как всегда, как студенту не хватает одной ночи, вот нам не хватило буквально, может быть, месяца, лучше, конечно, два работы. АПЛОДИСМЕНТЫ В 13 треков нового альбома она уместила почти два года своей жизни – 2006 и 2007. До полных двух лет ей не хватило всего-то двух месяцев. Не хватило, чтобы спокойно закончить запись и продумать рекламную кампанию. Но те, кто живут от одного ее концерта до другого, не заметили никаких шероховатостей. От всех мыслей и переживаний двух минувших лет Светлана Сурганова оставила самую соль. Так и назвала свой третий студийный диск. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ И там уже, конечно, не до слез чужих слои бы как-нибудь сдержать. Я Свете сказала, что больше на ее концерты ходить не буду. Потому что я вижу, как ей вот тяжело эта махина, три с половиной, как она их раскручивает, как она их заводит. Вот прямо вот все, как будто это вот я кручу эту махину, какое-то колесо. Мне до того ее жалко, до того я переживаю. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Потом еще Катюшу, по-моему. Ну и соседка услышала. И как-то встретила, и пришла, говорит, слушай, ну что вы просто так-то. Ну пусть вот она к нам в музыкальную школу идет. В музыкальную школу она не пошла, побежала. Сама выбрала скрипку, сама ежедневно занималась по восемь часов. На радость маме с бабушкой и на зависть родителям остальных учеников. Любимую с детства Катюшу сменили Шумен и Вивальди. Но через несколько лет и этим классикам пришлось потесниться. Она стала сочинять собственную музыку. В то, что звук ее скрипки с ревом будут встречать многотысячные залы, не верил никто. Даже мама, пока не попала на первый концерт дочери. Когда они с Петром Малаховским организовали группу, нечто иное. Пошла. Зашел какой-то подвал занюханный, все в дыму. Ходят ребята такие с вином, с сигаретой. И я, значит, такая тут деловая, трезвая, без бутылок, без сигарет. Так на меня косились. Думаю, наплевать мне на вас. Петр Малаховский ее уж очень хорошо. А то рекомендую сейчас перед вами выступит будущая знаменитость. Встречайте, Светлана Сурганова. Она человек революционного сознания. Учитывая ее возраст, учитывая то, что она хлебнула за свой век. Изначально у нее, конечно, программы, стереотипы и видения меня были абсолютно иные. То есть то, что потом со мной начало происходить в один прекрасный момент, но это совершенно не вписывалось как-то в ее сценарий. У нее хватило мудрости, доброты, любви, чтобы не разрушать, не ломать, не посягать, а принять меня такую, какая я есть. Это сейчас. Маме не надо объяснять, почему в песнях дочери нет лирических героев. Сплошные героини. Это сейчас мама знает, что поклонницы дочери, как одна, коротко стригутся, под корень обрезают ногти и юбкам предпочитают брюки. Это сейчас. Когда-то обо всем этом пришлось рассказать, откровенно и с трудом подбирая слова. Зато теперь у мамы никаких вопросов, почему ее свету сравнивают с Зимфирой, Марой или Леной Погребежской. Я бы не хотела сейчас заниматься тем, чтобы там раздавать какие-то регалии, и присваивать кому-то первое, второе, третье место. Главное, чтобы это все жило, чтобы мои коллеги продолжали это делать, получали бы сами от этого удовольствие, чтобы у них была благодарная, благодатная аудитория. Вот. И если у меня есть своя аудитория, сотни тысяч там в каждом городе, этого вполне для меня достаточно. Просто мне важно вот это сохранить, не разочаровать этих людей. Мы стоим, одеваемся, и по пустому фойе идет парнишка. Лет 10 ему. У него одна ручка не работает, ножки заплетаются как-то, хромает он очень. И несет большой букет. И вы бы видели его выражение лица. У него такое счастье на лице. Вот он идет, он никого ничего не видит. У него сияет лицо, вот сияют глаза. Вот он идет, все, несет светки цветы. Я прям вот как увидела, так аж застыла. Вот что она делает. Конечно, мне это удивительно. Конечно. Вот так за кухонным столом они собираются нечасто. Вся жизнь по гастрольному графику, в котором сон в самолете, звонки друзей в поезде, ужин на заднем сиденье такси. За этим графиком неустанно следят фанаты по всей стране. И мама дома у телевизора. Окончено очередное турне, и первым делом она торопится сюда, в расселенную коммуналку, где провела все детство, записала свой первый альбом и услышала самое шокирующее в жизни признание. В 25 она узнала, что ее любимая и такая понимающая мама приемная. Ну, такое интересное ощущение, конечно, такого еще никогда больше после этого не испытывала. Так вот, когда тебе прям так вот говорят что-то, а потом тебя ба-бах, так прямо в жар бросают, потом в холод, потом снова в жар, такие красные щеки у тебя. И ты прям так все плывет в голове, ты думаешь, сейчас ты, наверное, упадешь в обморок. А с другой стороны, ты понимаешь, что человек, который тебе это говорит, да, в данном случае мама моя, что она находится тоже в состоянии аффекта. И с одной стороны, у тебя, конечно, стресс, с другой стороны, ты хочешь ее поддержать, как бы сказать, ну, не волнуйся, все хорошо, да, вот все выяснилось, все стало на свои места, но на этом же жизнь-то не прекращается. Поехали дальше. Все-таки понять, что такое ребенок, для меня это до сих пор непознанный пока для меня еще объект. История знает женщин, таких, которые на виду всего мира, и которым уже далеко за 30, и которые решаются на деторождение в таком возрасте, причем первый ребенок, да, когда у них появляется. И такие примеры меня вдохновляют. Я понимаю, что у меня еще куча времени, я еще могу себе это когда-нибудь позволить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова